В Ненецком округе наградили победителей регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года». Победителями стали две организации, ведущие активную социальную работу с детьми, в том числе особенными. Даже это пособие, оно настолько уникально и универсально, благодаря которому ребенок погружается в сказку и учится многому, и учится в большинстве своем сам. «Сказочный фиолетовый лес» – так называет свой детский развивающий центр «Лучик» Ольга Вокуева. Уже более двух лет педагоги этого центра обучают малышей с двух до девяти лет самым разнообразным знаниям и навыкам. Чтение, математика, логика, мелкая моторика – это лишь малая часть того, что есть в образовательном арсенале центра «Лучик». Все пособия, вся среда, организованная в нашем центре, она позволяет детям манипулировать играми. Те игры, которые мы предлагаем, они могут использоваться, как, допустим, на столе, так же плавно ребенок может эту игру перенести и прикрепить ее к ковролину, размещенному на стене. То есть разная игра может быть использована в разных вариациях. Именно это позволяет ребенку развиваться, помогает развивать воображение у детей. Родители доверяют специалистам «Лучика» и не зря. Накануне детский развивающий центр получил диплом победителя регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года» в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей». Сейчас в основном мы работаем с детьми с той категорией, которая все-таки в нашем регионе мало задействована. Дети-дошкольники сейчас находятся на том этапе, когда им необходимо оказывать помощь. И родителям нужна помощь в плане консультирования, потому что очень часто, когда родители приходят, они задаются вопросом, а вот как и чем занять ребенка. Потому что в большинстве своей многие родители прибегают к обычным гаджетам. Очень редко встречаются те, кто в своей обычной жизни использует настольные игры. Также награждена дипломом победителя в номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания» председатель региональной общественной организации «Особое детство в Ненинском автономном округе» Татьяна Вепрева. Благодарственным письмом Департамента финансов и экономики Ненинского округа за участие в региональном этапе награждена руководитель благостудии «Мудрая совушка» Марина Копылова. Наши социальные предприниматели, которые сегодня получили награды, они в основном занимаются с детьми. И дети требуют особого подхода, дети сложные, с которыми они работают. И, конечно, это узкие направления, которые в больших городах, может быть, бы не было такой потребности. А вот у нас на Риммаре радует то, что есть такие предприниматели, которые могут взяться за это и достаточно на хорошем уровне, высоком уровне оказать эти услуги. Победители представят округ на федеральном этапе конкурса «Лучший социальный проект года» в декабре. Конкурс проводится ежегодно с 2015 года и входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Антон Выдряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...